Моторный завод Hyundai, который начали строить летом 2020 года рядом с автосборочным, должен заработать уже нынешней осенью. По плану начальная мощность предприятия составит 240 тысяч двигателей в год. Атмосферники 1.6 из семейства Gamma поставят на российские же Solaris и Creta и Kia Rio, которые выпускают тут же, в Санкт-Петербурге. В перспективе мощность завода могут нарастить до 330 тысяч моторов в год, и тогда речь пойдёт уже об экспорте двигателей в Европу. А теперь оказалось, что помимо моторов 1.6, завод уже весной 2022 года займётся и двухлитровыми агрегатами семейства New. К слову, это 13-я буква греческого алфавита, так уж Hyundai обозначает свои двигатели. Проговорились о планах не и сами корейцы, а входящий в периметр ВЭБа фонд развития промышленности. В пресс-релизе названы даже модели, но едва ли список актуален, ведь там значится уже снятый с производства Hyundai i40, а кроме него — Tucson, Kia, Cerato, Soul и Sportage. Коленчатые валы по технологии кузнечной ковки для корейских машин изготовят предприятие со сложным названием Forge de Corsale «Воронежский кузнечный завод». Свежая линия готовится в подмосковной электростали. Кстати, поставки аналогичных коленвалов ждёт и АвтоВАЗ. А вот алюминиевый карте блока цилиндров для корейских двухлитровых моторов будет отливать литейный завод «Росолит», который базируется в Заволжье Нижегородской области и принадлежит группе «Солерс». Если быть точным, Фонд развития промышленности судит 323 миллиона рублей для автоматизированной линии по выпуску алюминиевых деталей. Запускают её до конца лета. Помимо компонентов для Hyundai, производство ориентировано ещё на два других проекта. Во-первых, это французские дизели 1.6 с индексом DV6, которые весной начали собирать под Калугой для локализованных коммерческих Peugeot, Citroёнов и Opel. А во-вторых, это фордовские дизели 2.2 для транзита, ради которых группа «Солерс» выкупила и разморозила моторный завод в Елабуге, который ранее выпускал бензиновые атмосферники, но стоял законсервированным после ухода легковых фордов из России. Однако наши транзиты перейдут с импортных моторов на отечественные позже — в 2023 году. Глобальный дефицит микросхем, спровоцированный прошлогодним локдауном и отчасти виновный в дефиците автомобилей в российских автосалонах, добрался теперь и до отечественных автозаводов. Строго говоря, проблемы были и раньше, но до остановки конвейера дело не доходило. И вот «АвтоВАЗ» объявил о трёхдневной паузе на трёх линиях в Тольятти. Виноваты перебои с поставками чипов Bosch. Ижевский завод, где собирают Весты, пока трудится в обычном режиме. А в целом стабилизировать ситуацию удастся не раньше сентября.